Для группы «Элим» День работников леса – особый праздник. Это праздник профессионалов, чей труд, опыт, знания и умения определяют успехи компании. Профессионалы филиала группы «Элим» в Устеримском районе – это без преувеличения авангард компании. И в этом авангарде есть лучшие команды. Бригады лесозаготовителей, звенья операторов раскрыжевочно-сортировочных линий, экипажи водителей лесовозов и отряды строителей дорог. Накануне Дня работников леса были подведены праздничные итоги производственного соревнования. Лучшей бригадой по заготовке хвостовыми комплексами стала бригада Фанауя Мухтарова. За 8 месяцев заготовлено более 226 тысяч кубометров. Из месяца в месяц ветераны Николай Сачук, Виктор Гафитулин, Владимир Дубовой и Владимир Николаев вместе с молодежью перевыполняют план. Сегодня им удалось достигнуть рекордной производительности на комплекс. При этом за планом не гонятся. В чем же секрет успеха этого лесозаготовительного участка? Фанауй Нурлеевич говорит, что ему всегда везло с кадрами. Новички закрепляются за опытными специалистами, чтобы отработать навыки и влиться в коллектив. Главные помощники бригадира – мастера смен Евгений Калмыков и Денис Мазонин. Они совместно решают все рабочие вопросы, советуются друг с другом. Такая слаженная работа коллектива сказывается и на производственных показателях, и на соблюдении трудовой дисциплины. Труд работников леса тяжел и почетен. Здесь могут работать только увлеченные люди, любящие свою профессию, уважающие лес, ценящие природу. Поздравляю всех работников лесной промышленности. Желаю счастья, здоровья, семейного благополучия. Хочу поздравить всех работников леса с наступающим праздником. Счастья, здоровья, всех благ. Бессменным лидером по ассортиментной заготовке на протяжении нескольких лет является бригада Юрия Коробейникова. Уже никого не удивляет 10-20% перевыполнение плана ежемесячно. Только за 8 месяцев бригада Коробейникова заготовила 175 тысяч кубометров древесины. Это лучшие показатели. Причем даже не в Сибири, а во всей России. И в этом прямая заслуга самого бригадира Юрия Коробейникова. Профессионала высочайшего класса, отличного руководителя, внимательного и требовательного одновременно. Такие, как Юрий Коробейников, составляют золотой фонд лесного филиала. Бригада была создана 5 лет тому назад. За эти 5 лет никто не уволился, никто не был принят на работу. Как начинали, так и в этом составе работаем. Стабильная заготовка и вывозка в течение 5 лет. Результат нашей совместной работы. Поздравляю всех работников лесной промышленности, их семьи, близких с профессиональным праздником, с праздником, главным профессиональным праздником нашего города, днем работника лесной промышленности. Желаю всего самого лучшего, здоровья, чтобы работа спорила, чтобы лесовозы везли лес, а вместе с ним хорошие зарплаты в их семьи. Всего-всего. Самое трудное в производственном процессе лесозаготовки – это вывозка. Особенно сегодня, когда плечо вывозки давно перевалило за 200 километров. 200 километров в лес, 200 обратно с полной загрузкой. И все это в любую погоду, по трудным лесовозным дорогам. Водитель лесовоза – это профессия мужественных и ответственных людей, таких, как отец и сын Александр и Алексей Фроловы и Сергей Семенов. Экипаж Фролова-Семенов за 8 месяцев привез 21 315 кубометров при плане 16 тысяч кубометров. В 2012 году командиру экипажа Александру Григорьевичу Фролову за большой личный вклад в развитие лесной промышленности, многолетний добросовестный труд, объявлена благодарность правительства России. На данном предприятии работаю 7 лет. Работа тяжелая, но интересная. Хочу поздравить коллег с Днем работников леса, пожелать легкой дороги, семейного благополучия, ну и большой зарплаты. Дорожно-строительный отряд под руководством Андрея Патрушева известен отличной работой, ответственным отношением к делу и профессионалами высочайшего класса. Всего в отряде работает 25 человек, и все они добиваются хороших производственных результатов. Это мастера-прорабы Павел Волков и Сергей Соловьев, машинисты-бульдозеры Камацу Степан Меркулов и Николай Ковалев, водитель самосвала СИСУ Юрий Васильев, экскаваторщик Василий Ступин, машинист катка Наиль Хамедиулин, машинист грейдера Николай Вишняков, механик Владимир Меняев и другие. На счету отряда множество производственных рекордов. За 10 лет работы по территории лесов, арендованных группой «Элим», дорожники проложили около 1800 километров дорог. Добросовестная, качественная работа дорожников во многом определяет устойчивую работу предприятия. И профессионалы ДСО-2 это отлично понимают, работая основательно и с полной отдачей. Поэтому и признаны лучшими по результатам 8 месяцев 2012 года. Хочу поздравить всех с наступающим праздником Днём работников леса. Желаю трудовых успехов, меньше сложностей в своей работе и хорошей погоды. Про звено смены В, раскрыжевочно-сортировочной линии номер 5, можно сказать одно – работают по привычке. И эта привычка работать хорошо у Марса Идиатулина, Сергея Торонина, Радия Ахунова сформировалась на протяжении почти 15 лет. Оборудование у них работает лучше швейцарских часов. Каждый способен создавать гармонию на производстве. И поэтому выработка звена за 8 месяцев составила 92 357 кубометров. Цифра внушительная, и за ней стоит умение команды отлично работать. В этом году за многолетний добросовестный труд, за высокие показатели в производственной деятельности радио Ахунову объявлена правительственная благодарность. Вся работа звена – это достойный вклад в развитие лесной промышленности России. Они – первые среди лучших в своем деле. «Хотелось бы пожелать в день работников лесной промышленности благосостояния всем работникам лесной промышленности. Хорошего здоровья, крепкой семьи. Всего, что можно пожелать человеку в этой жизни, чтобы наша компания развивалась». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова